Уважаемые гости, компания Коддерлайн приветствует вас на нашей встрече. Вы видите на экране контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. И построена наша сегодняшняя встреча будет таким образом. Мы будем нормативную информацию смотреть на слайдиках и будем параллельно с вами переключаться на демо-базу ERP вот таким вот образом. И уже здесь, так сказать, на местности будем смотреть то, о чем поговорили в теоретическом, так сказать, плане. Мы будем очень вам благодарны, если вы будете задавать вопросы за обратную связь. Собственно говоря, если вы будете задавать какие-то вопросы касательно вашей, например, конкретной ситуации, то в письменном формате мы вам сможем ответить и более подробно, и уже применительно именно к вашей ситуации. Ну, и любые другие форматы приветствуются. Если вам, например, неудобно оказалось время проведения нашей встречи, вы можете немного позже вернуться на наш сайт. Вот его адресы вы видите на экране. И мы выкладываем записи вебинаров, так что вы можете послушать в любое удобное для вас время на диване в тапочках, так сказать. Ну, и, естественно, может быть какие-то еще дополнительные материалы вас заинтересуют, так что милости просим. Итак, тема нашей сегодняшней встречи. Мы обсуждаем программу ERP. То есть мы поговорим об особенностях именно регламентированного учета. И сначала мы с вами поговорим про план счетов, управленческий, оперативный, налоговый учет. То есть в ERP, как вы знаете, есть несколько видов учетов, не только бухгалтерские, налоговые. Ну, естественно, к особенностям именно конфигурации ERP относится то, что необходимо настройки для отражения регламентированных операций производить первоначально вручную. В отличие, например, от бухгалтерии, где это уже заложено на уровне кода, на уровне предопределенных каких-то операций, значит, мы с вами поговорим про элементы контроля, которые позволяют отслеживать, чтобы не возникало расхождение в бухгалтерском регламентированном учете и в оперативном, например, учете. Какие для этого существуют отчеты и, собственно, про центральный, так сказать, заключительный аккорд любой бухгалтерской, ну, скажем так, не процедуры, а практически закрытие месяца. Это даже, наверное, уже ближе к ритуальному действу. Поговорим про закрытие месяца, конечно, и про дополнительные сервисы и отчеты. Итак, сначала немножко, так сказать, теоретическая база. То есть для бухгалтеров аббревиатура ERP, это если не вдаваться в дословный, скажем так, дословный перевод с английского языка, а ERP, это обозначает планирование ресурсов для предприятия. То есть это программа, которая позволяет вести и бухгалтерский, и производственный, и кадровый учет. Ну, то есть все сферы бизнеса охватывает. И, собственно говоря, очень хорошие модули, которые касаются финансового, и планирования, и финансовых действий. То есть работа, например, с кредитными линиями, работа с кредитными договорами, с факторингом. Ну, то есть все инструменты, которые можно использовать в обычной бухгалтерии. И инструменты для работы с дебюторской и кредиторской задолженностью. Ну, то есть традиционные, так сказать, бухгалтерские. В общем-то, сама по себе программа ERP, это очень мощный инструмент и для бухгалтерии, и для финансового руководства. Очень часто возникает вопрос, вести ли одновременно в программе, поскольку позволяют в программе такие вещи, позволяет ли, имеет ли смысл вести в одной конфигурации и управленческий, и регламентированный учет. Ну, естественно, и у одного, и у другого подхода имеются свои плюсы и минусы. То есть, так сказать, «за» можно отнести как преимущество одновременного ведения учета бухгалтерского, регламентированного и управленческого учета. Это то, что все пользователи работают в одной системе, используются одни справочники, и, соответственно, в этом случае легко формировать любые отчеты, которые могут понадобиться и руководству, и рядовым работникам, и мастерам смены, скажем так, и директорам. Естественно, это очень удобно, не требуется переноса справочников, не возникает одвоение элементов, не нужно настраивать отчеты, не нужно настраивать правила переноса. Ну, то есть, в общем-то, одни плюсы, если можно так сказать. И на самом деле к сложностям, ну, к сложностям конкретно конфигурации ERP, так же, как и к другим конфигурациям 1С можно отнести эту сложность, это, собственно говоря, достаточно трудоемкое заполнение, первоначальное заполнение справочников, справочников и НСИ, то есть нормативно-справочная информация. Но после того, как эта работа выполнена, здесь уже, конечно, собственно говоря, если говорить про бухгалтеров, то работа, так сказать, на диване и в тапочках, то есть очень комфортно и, соответственно, достаточно автоматизированы, наиболее трудоемкие аспекты учета. Ну, если, допустим, проводилась какая-то серьезная доработка конфигурации, то есть какие-то дописывались блоки, например, то в этом случае может быть затруднена обновление, процедура обновления, но это тоже все решаемый вопрос на самом деле. Еще немножечко теории. Собственно говоря, из-за чего возникают чаще всего страхи при начале работы с ERP. Но самый большой страх, и не только у бухгалтеров, если до этого не сталкивались с конфигурацией ERP, возникает на этапе, когда сталкиваешься с работой конфигурации, не формируются проводки. Ой, какой кошмар, как же это может быть? И вообще, как нам что смотреть? Как я уже сказала, у нас в 1С бухгалтерии проводки прописаны стандартно, стационарно, и уже при создании какого-то конкретного документа настраивать дополнительно эти проводки не нужно. Настраиваем мы проводки только когда создаем, например, какие-то нестандартные хозяйственные операции. А в ERP не так. То есть, поскольку у нас регламентированный учет не является основным, основным у нас является оперативный контур, то и проводки формируются при создании документа закрытия месяца. Вот это очень непривычно, и, соответственно, если особенно вы имели практику, допустим, раньше работали в программе 1С бухгалтерия и настраивали систему, то, конечно, вот именно система настройки ERP, настройки проводок, собственно говоря, имеет шоковую составляющую, и, в общем-то, ставит ступик при начале работы. Но потом, после того, как вы уже немножко... Первый шок после того, как пройдет, то это действительно позволяет оценить красоту решения, и, в общем-то, уже страх проходит и позволяет гораздо больше возможностей по сравнению с той же бухгалтерией. Напомню, что все, собственно говоря, у нас и проводки, и настройки делаются первоначально, то есть до начала работы в программе, и, соответственно, могут активировать дополнительные функциональные опции, чего нет в бухгалтерии. То есть в бухгалтерии у нас вот все, что есть, все мы сразу видим. А в ERP необходимо сначала подключить дополнительные функциональные опции. После того, как мы их активируем, в соответствующем разделе появляется блок, блок, например, воинского учета или какой-то дополнительный, который мы активировали, и, соответственно, появляется возможность выводить и документы, и настраивать документы, наоборот, ну, то есть полностью выполнять все необходимые процедуры. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, но перед этим я хотела показать небольшой слайдик. Собственно говоря, это слайд, который иллюстрирует то, что я только что сказала, вот такое, то есть у нас настройки справочники по регламентированному учету. И, соответственно, справочники, как вы видите, и план счетов можно донастраивать, и группы финансового учета, это как раз-таки группы, которые отвечают за формирование проводок. И, собственно говоря, видите, как достаточно много здесь таких справочников. Я хотела именно акцентировать внимание на том, что при работе с 1С ERP есть возможность ввести на одном плане счетов, и бухгалтерский, и налоговый, и управленческий. Ну, то есть все виды учета ввести на одном плане счетов. Это, во-первых, очень удобно, во-вторых, позволяет использовать, скажем так, стандартные отчеты во многих ситуациях. А вот по поводу контроля мы с вами посмотрим немножко позже, то есть как можно контролировать, чтобы не расходились, например, оперативный бухгалтерский учет, мы посмотрим немножко позже. Сейчас мы с вами переключаемся на демо-базу. И вот здесь, как вы видите, как раз-таки вот этот слайдик, вот это самое место, которое я вам только что показывала. Это у нас с вами настройки регламентированного учета. И вот здесь вы видите дополнительные настройки и справочники. Вот у нас здесь настройки и справочники. И, соответственно, план счетов. План счетов стандартный, но если вы используете какие-то дополнительные субсчета, то, естественно, например, субсчета 10.12-13 и так далее. Я для примера говорю, но такая возможность есть так же, как и в бухгалтерии, и в других конфигурациях. Такой механизм здесь присутствует. И можно создавать дополнительные субсчета, дополнительные аналитики. И самая основная – это группа финансового учета расчетов. То есть это группа, по которой мы создаем проводки, которые будут сопровождать те или иные операции. Ну вот, например, расчеты с дебиторами и кредиторами. Так сказать, то, что наиболее часто употребляется в бухгалтерской финансовой документации. Ну, например, возьмем вот тот самый такой товар, услуги и прочие активы. Вот, то есть это мы создаем с вами. Сейчас разверну на экран, чтобы было видно. То есть это мы с вами создаем проводки. Ну, естественно, наименование, описание и группировка. То есть мы можем использовать группировку, как в нашем случае на демо-базе. Можем не создавать группировку. Это уже зависит от необходимости работы разных служб, разных подразделений. Но, исходя из того, что ERP рассчитана на работу, на работу крупных организаций, холдингов, то, естественно, делать группировки более удобно, потому что может ограничивать поиск, ограничивать возможность доступа и так далее. Ну, то есть плюсов возникает много. Почему с группами стоит работать? Итак, мы задаем с вами для начала, с кем мы применяем эти, будем применять эти проводки. И, как видите, здесь достаточно большой выбор. То есть это выбирается не просто клиент или партнер, или кредиторы, давальцы и так далее. То есть здесь больше гораздо выбор, чем, например, в той же бухгалтерии. То есть там у нас фигурирует поставщик, покупатель и прочие взаиморасчеты. Здесь, видите, гораздо больше выбора. Ну и, собственно, сами проводки мы здесь описываем. И если необходимо между собственными юрлицами использовать какие-то дополнительные субсчитаты, мы в этом случае можем провалиться вот по такой гиперссылке. И в этом случае мы с вами попадаем, сейчас она откроется, вот в такой интерфейс. И это как раз-таки настройка отражения документов в рекламентированном учете. То есть то, что вызывает больше всего недоумения обычно у бухгалтеров, которые работали при настройках в бухгалтерии. Здесь, как вы видите, мы выбираем, в какой режим, во-первых. То есть общие, если я задам, то у меня будет список больше, либо я настраиваю исключения какие-то. И уже конкретно, что мы делаем. То есть настраиваем счета, которые номенклатуру будут отражать, движение номенклатуры или расчеты, или отражение расходов и доходов. Ну, то есть выбираем нужный раздел. И тогда уже смотрим, что у нас уже настроено, что мы не настраиваем. И так же, как и во всех других разделах 1С, если у нас встречается поле с красным подчеркиванием, красное пунктирное подчеркивание, значит, это поле обязательное для заполнения. И мы должны обязательно его настроить. Потому что в противном случае программа нам выдаст конкретное предупреждение о том, что где-то у меня какие-то были ошибки. При этом, обратите внимание, если я настроила регламентированные счета БФУ, и у меня срабатывает все в штатном режиме, то есть, например, и оперативные сведения отразились, и управленческие, и регламентированные, то все хорошо. Если я допустила какую-то ошибку и, например, не сформировала ГФУ, то по оперативному учету у меня данные все равно сформируются. Ну, естественно, возникнет расхождение. Вот о чем мы и говорили, когда говорили, что инструменты контроля какие могут применяться. Так, это мы с вами отсюда ушли. То есть здесь у нас ГФУ расчета с партнерами. Поскольку у нас программа демка, то, собственно говоря, видите, у меня образцы группировки представлены. И без групп созданы. То есть не выбрана группа, просто создан пример для отражения в регламентированном учете каких-то конкретных операций. То есть у меня вот комиссионеры или агенты. То есть когда мы используем комиссионную торговлю. Естественно, в вашем случае могут быть любые другие и группировки, и проводки. Почу обратить еще раз, еще один раз внимание на то, что поскольку и программа изменяется, и изменяется очень существенно правило учета, то есть новая ФСБУ возникает и так далее, нужно следить за тем, чтобы у вас были актуальные релизы. Посмотреть релиз, как вы знаете, мы можем здесь, то есть сервис и настройки. И в этом случае мы сведения о программе открываем. И вот здесь у нас отражается релиз платформы и релиз самой конфигурации. То есть 2.5.19 – это один из последних релизов. И, соответственно, в нем учтены уже все изменения, которые были у нас в регламентированном учете. То есть и актуальные формы, и ФСБУ, которые обязательны, допустим, к исполнению или могут быть использованы досрочно. То есть все тонкости. Если вы используете, допустим, более старые релизы, то вам может потребоваться достаточно серьезная работа, потому что есть ключевые релизы, которые содержат очень серьезные изменения в плане работы отчетов и так далее. И, соответственно, тогда переходить на более новые релизы, производить обновления, бывает более сложно. Но это мы с вами пока закроем. И снова вернемся к ГСУ, как мы с вами посмотрели. Это в разделе регламентированный учет и настройки и справочники по регламентированному учету. Значит, сейчас мы снова еще вернемся к нашим слайдикам. Вот это мы с вами посмотрели место волшебное. И следующий слайдик – это как раз-таки настройка отображения документов, какие проводки сопровождают. Мы с вами уже немножко тоже посмотрели. Собственно говоря, еще раз вернемся к настройкам первоначальным. А самый трудоемкий вариант, не вариант, а самый трудоемкий этап, наверное, это этап работы с НСИ и администрирования. То есть это блок, так сказать, грубых настроек и, как я уже говорила, активации функциональных опций. То есть мы вносим сведения про наше предприятие, про справочники основные, основные разделы и справочники, которые мы будем использовать. То есть, например, ну вот возьмем раздел кадры. Значит, это раздел НСИ и администрирования, повторюсь. Это подраздел кадры. И мы с вами задаем настройки, то есть ставим чекбоксы, которые требуются для работы с определенными блоками. Как вы видите, вот у меня по умолчанию воинский учет не стоит. Чекбокс, значит, ввести я его обязана. Поэтому при первоначальных... В настройках я ставлю вот такой красивый зеленый флажок. И, соответственно, если я ставлю еще один красивый зеленый флажок, у меня добавляется в первом случае один вид отчетности, а второй флажок мне добавляет две формы отчетности для военкомата. И у меня при этом появляется в разделе кадры, например, блок воинского учета, где я уже могу работать с конкретными документами. И к этим документам у меня привязаны уже какие-то проводки, которые сопровождают именно эти процедуры. То есть здесь у нас в воинском учете присутствуют кадровые мероприятия. То есть, соответственно, если я буду с ними работать, то я открываю кадровые отчеты и все кадровые документы, то есть выбираю, с чем мне работать. В отношении регламентированного учета у нас тоже есть настройки, которые мы активируем. То есть, если мы выбираем, допустим, вот регламентированный учет мы выбрали подраздел, и здесь у нас, соответственно, мы ведем регламентированный учет, потому что может быть ситуация, когда конфигурацию брали для ведения только управленческого учета, то есть бухгалтерам не всегда требуется управленческий или оперативный учет. Если мы ведем все виды учета вместе, то, естественно, мы ставим сюда чекбокс. Ну и смотрим дальше, какие чекбоксы нам еще надо проставить. Как я говорила уже, управленческий учет у нас может вести на плане счетов регламентированного учета, что, в общем-то, очень удобно. И валюта управленческого учета у нас, ну, естественно, вы выбираете в соответствии с вашими реалиями, но чаще всего выбирается рубли, потому что, скажем так, период, когда у нас управленческая учетность ввелась, например, в долларах или в евро уже прошел. Сейчас мы, в общем-то, в основном опираемся на рубли для оценки. Ну и все зависит от флажка, который мы проставили. При работе с настройками здесь самое основное – внимательно читать то, что описано, то есть какие подсказки даны к конкретному окошечку, которое мы выбираем или не выбираем. Ну и, естественно, с гиперссылки, то есть если мы сомневаемся, то контекстная всплывающая справка нам помощь. Ну, то есть, соответственно, регламентированный учет мы настраиваем так же, как любые другие разделы, через инсы и администрирование, и после этого мы уже в самом подразделе донастраиваем, так сказать, тонкая настройка, донастраиваем, вот у нас в каждом подразделе есть такая возможность, настройки и справочники. То есть это дополнительные настройки, которые будут использоваться при работе с этим блоком. Так, здесь мы, наверное, с вами все посмотрели. Ну, практически основные настройки в демо-базе уже сделаны. Вот видите, ага, у меня красное подчеркивание, поле с красным подчеркиванием, а я сюда ничего не ввела. А, 2023, сейчас так поставим, заполним данное поле, ну, можно ввести вручную, можем, допустим, вот так вот я введу, выбрать. Ну, то есть, соответственно, если бы это была рабочая база, то стоило бы 40 раз подумать, а поскольку у меня тренировочная база, то я самоотверженно пишу «Окей» и потом разгрипповые последствия. Значит, после того, как мы выполним все настройки, вот так, в рублях, соответственно, мы активируем, есть в основном практически в каждом подразделе есть функции, которые мы можем активировать и не первоначально, а по ходу работы с документами. Но есть настройки, которые мы не можем изменить уже, когда созданы документы или когда запущены механизмы, которые мы выбрали. Ну, к таким относится, например, выбор валюты регламентированного учета, валюты управленческого учета. Ну, собственно говоря, ничего страшного не произойдет, если мы что-то забыли отметить. В этом случае программа нам либо рубнется, либо если я четко знаю, что воинский учет программы ведет, а у меня нет этого блока, значит, это сигнал к тому, чтобы я вернулась к первоначальным настройкам. И второй момент, который вот в связи с настройками нужно обязательно озвучить и обязательно на него обратить внимание, это в основном информация, которая касается уже либо нашего предприятия, либо организации, которые входят в это предприятие. То есть предприятие – это группа юридических лиц собственност, и организации – это уже конкретно юридические лица, которые входят в наш холлинг, если можно так сказать. И здесь очень важно заполнять все поля, которые есть. Если вот, как вы видите, у меня поля не заполнены, программа, конечно, будет работать, но у меня это вылезет в обязательном порядке уже при составлении либо рекламентированной отчетности, либо при составлении каких-то дополнительных документов, либо при подключении дополнительных сервисов. Поэтому лучше сразу потратить немножко времени и заполнить, ну вот, например, адреса и телефон, как вы видите, абсолютно пустое пространство. В этом случае, когда я буду работать с документами по НДС, то есть счета фактуры или ОПД, у меня неправильно будут формироваться документы, потому что не будет указан юридический адрес, не будут указаны фактические номера, то есть то, что необходимо указывать, например, в документах по НДС. Ну, соответственно, как только я не запомню какие-то другие информационные поля, у меня, естественно, вылезут ушки в других аспектах. И, согласись, учетная политика и налоги, естественно, нужно зайти и изменить, то есть закладка учетная политика и на зарплаты и кадры. Мы должны заполнить всю информацию, которая здесь запрашивается, и тогда у нас программа будет работать корректно. И вот тогда уже практически документы, которые завершающие, так сказать, для каждой организации, завершающие в месяц, это документ закрытия месяца. Вот если мы с вами все корректно запомнили, и информацию первоначальную, и все правила, то есть ИГФУ, и правила распределения, то есть, например, вот у нас есть правила формирования резервов, правила заполнения, сейчас, чтобы более, вот, правила заполнения, распределения расходов, ну, то есть, все, что необходимо заполнили, то у нас закрытие месяца, в общем-то, сводится к тому, что это больше даже диспетчерская функция, то есть, не надо, как в других конфигурациях, тратить много усилий, чтобы закрыть месяц, в этом случае мы заходим в блок финансовый результат и контролинг, у нас есть рабочее место закрытия месяца, и, соответственно, мы переходим в этот раздел и формируем документ, то есть, здесь автоматизировано все, что только можно, то есть, здесь и рассчитываются себе стоимости, все необходимые расчеты, как вы видите, формирование затрат, и распределение, и формирование финансовых результатов, то есть, это уже все автоматизировано, но здесь есть еще одна тонкость, именно тоже достаточно необычная, потому что в других конфигурациях, например, в комплексной автоматизации, в бывшей ОППшке, таких возможностей не было. У нас есть возможность производить предварительное закрытие или окончательное закрытие. В чем разница? То есть, на самом деле, при предварительном закрытии не пересчитывается себестоимость списания ТМЦ. То есть, у нас в учетной политике может быть задан, например, ФИФА или посредний. Вот при предварительном закрытии месяца вариант расчета не берется во внимание и списывается так, как сформировались по документам поступления. Но при этом выполняются все необходимые дополнительные аналитические действия, то есть, и расчет курсовых разниц, и формирование НДС, и, допустим, если это упрощенка признания расходов, ну, то есть, все эти операции выполняются. Если мы выбираем окончательное закрытие, то в этом случае себестоимость списания ТМЦ у нас присутствует, рассчитывается, и уже получается точный финансовый результат и точная себестоимость. Ну, как вы понимаете, нажатие кнопочки «Выполнить операции» запускает этот расчет, и, собственно говоря, здесь уже не требуется никаких дополнительных телодвижений или каких-то расчетов. И, то есть, мы можем сформировать по конкретному юрлицу, а можем, если... То есть, если мы убираем все галочки, то мы можем выбрать как одно юрлицо, так и несколько, так и все. И в этом случае у нас закрытие месяца срабатывает в соответствии с заданными условиями. Ну, вот если я выберу, например, Андромеда, выберу одно юрлицо, окей, то здесь у меня еще будет одна интересная особенность. Ну, как вы видите, у меня сформировалось сформировалось закрытие месяца, и у меня что-то пошло не так, потому что везде красные крестики. Только один вот НДС у меня сформировался так, как надо. Система выдает вот такое предупреждение, что у меня требуется перерасчет с какого-то периода. Значит, это собственно обозначает, что я еще до сентября не дошла, я еще август не закрыла, значит, мне надо либо вернуться в тот период, когда программа просит, что у меня было нарушено, например, я открывала месяц, редактировала какие-то документы, то есть, естественно, мне надо после этого выполнить перезакрытие этих периодов. И здесь еще один интересный момент. У меня кроме ну вот не выполненных, например, закрытия в месяц, могут существовать невыполненные задания. То есть, через кнопочку «Еще» я могу выбрать задание к расчету и посмотреть задание к закрытию месяца. Почему же мне не дает? А потому что вот у меня, как вы видите, наделано куча документов. Почему они возникли, это требует уже отдельного анализа, но куча невыполненных документов. То есть, мне нужно либо их если я уверена, что это какая-то ошибка, я могу их всех пометить, например, на удаление. Сейчас. Вот таким образом помечаем на удаление. Ну и удаляем, естественно. Да. Если я уверена, что эти не требуются выполнять операции, может у меня неквалифицированный бухгалтер как-то их сделал. И уже после этого запускаю повторное формирование закрытия месяца. Вот видите, в июле у меня дела обстояли лучше, но тем не менее у меня не производился расчет курсовых разниц и не сформировался финансовый результат. я могу конкретно вывести нужный пункт и посмотреть подробнее, что же мне тут мешало выполнить необходимые операции. Ну вот, вот что мешало. То есть у меня что-то пошло не так и мне надо это что-то переделать. Либо вынести дополнительные исправления. И возможность просматривать блокировку изменений. То есть в ИРП есть два скажем так режима закрытия периода. То есть мы можем просмотреть закрытие закрыть месяц для редактирования. например мы с вами выполнили закрытие месяца, у нас везде оказались зеленые флажочки и я хочу чтобы больше у меня никто туда не залез и не внес каких-то корректировок. То можно установить общую дату. В этом случае мы берем НСИ администрирование раздел выбираем настройки пользователей и прав и здесь у нас есть немножко ниже спуститься дата запрета изменения. То есть в этом случае я ставлю флажок что я его использую и задаю критерии. То есть например я установила дату запрета вот я хочу установить прошлый год. Вот таким образом я выбираю декабрь прошлого года и соответственно устанавливаю эту дату она у меня будет действовать для всех моих юрлиц и для всех документов. Но если я хочу не для всех установить я естественно могу выбрать что у меня она устанавливается например по подразделениям по объектам например только для объектов основных средств. ну то есть могу выбрать варианты или запретить каким-то конкретным пользователям ну вот у меня перед этим были выбраны все то есть всем пользователям установить вот эту вот дату и для всех юридических лиц и соответственно можем установить более конкретно например закрыть прошлый квартал закрыть предыдущий квартал если у нас большой документооборот можно предыдущий день закрыть чтобы уже не могли корректировать и какие конкретно пользователи для каких конкретно пользователей будет введена дата запрета но это у нас с вами так сказать один контур значит второй контур то есть это мы установили блокировку от изменений вот так вот сделаем значит кроме этого у нас доступны вот такие настройки то есть меню настройки и здесь мы смотрим настройка блокировки от изменений и у нас с вами информация по всем юрлицам отражается то есть когда по какой период мы можем закрыть редактирование документов то есть у нас это означает что все операции выполнены корректно закрытие месяца выполнено корректно до вот такой даты и если я хочу закрыть вообще период то я делаю перенести переношу эту дату сюда и выбираю конкретно заблокировать и у меня тогда появляется вот такая запись что я период закрыла и заблокировала от изменений в этом случае например если необходимо то открыть этот период я уже могу по конкретному заявлению от сотрудника который хочет открыть период смотрите он документы в этом периоде может а вот что-то уже изменить без моего высочайшего соизвеления он не сможет то есть это вот дополнительно дополнительно второй контур по закрытию и блокировке изменений так сейчас мы с вами это сюда вот снова вернемся это наш список юридических лиц и соответственно закрытие месяца у нас с вами работает вот в этом вот разделе то есть финансовый результат и контролинг и напомню еще раз рабочее место закрытия месяца если у нас все хорошо если у нас все хорошо то соответственно в этом разделе мы можем с вами использовать вот такие вот справки или вот такой вариант то есть здесь мы используем в основном по управленческому отчету отчеты и их достаточно много как вы видите но чаще всего используют отчетность по валовой прибыли управленческий баланс то есть возможность вести управленческий баланс и собственно говоря вот как вы видите список отчетов достаточно большой но напомню это у нас с вами оперативный и управленческий отчет если мы с вами выбираем регламентированный учет подраздел то у нас с вами здесь есть блок бухгалтерский налоговый учет и здесь мы можем посмотреть стандартные бухгалтерские отчеты общие принятые все наши оборотки анализы анализ счета главная книга ну допустим оборот на сальвоведом соответственно я возьму по вот по какому-то конкретному лицу чтобы не очень долго отчет формировался ну и видите у меня что сентябрь еще не закрыт необходимость выполнить закрытие месяца но я хочу все равно посмотреть без закрытия что у меня формируется и здесь я через настройки могу задать например по субсчитам чтобы он не разворачивался в отборе выбрать какие-то конкретные счета вот я здесь хочу обозначить что у меня из балансовый счет отражался и показатели я выбираю отражение управленческого учета ну например вот что выберем налоговый учет хочу посмотреть оставлю пока такую группировку и нажимаю сформировать и вот у меня уже как видите получается вот бухгалтерский учет управленческий учет и налоговый учет у меня отражаются я могу видеть расхождение между этими учетами если мне необходимо ну сейчас что мне еще необходимо то есть это я хочу чтобы у меня высвечивались еще наименования счетов значит на закладочке дополнительно я захожу и проставляю вот такую чекбокс и формирую заново вот теперь значит если я не уверена в том что я на память помню название счетов я могу себе облегчить жизнь но это еще не все то есть я здесь могу задать что я вижу вот расхождение но допустим мне это не хватает информации в таком отчете значит в этом случае у меня есть возможность через меню регламентированного учета то есть раздел регламентированного учета у меня есть дополнительные отчеты которые я могу сформировать и здесь у нас есть сверка данных оперативного и бухгалтерского учета соответственно я могу выбрать и по какому-то отдельному юрлицу и могу сформировать вот не буду я выбирать отдельное юрлицо я по всем хочу и соответственно если я выбираю какой-то конкретный раздел учета ну например денежные средства или расчеты по лизингу и могу по конкретным счетам регламентированного учета выбирать то есть здесь я в этом случае выбираю из всего списка счетов плана счетов выбираю те счета которые мне необходимы но я пока сниму эти галочки потому что я хочу в общем сформировать отчет и как вы видите у меня формируется уже достаточно более подробный отчет и уже и в разрезе моих юридических лиц и в разрезе счетов учета ну то есть более информативный ну а глядя на то что у меня здесь как бы ну мягко говоря не все в порядке то есть у меня минусы там где не должно быть я должна схватиться за голову и проверять а где же это я так накосячила ну то есть это более информативный отчет и более естественно показательный чем стандартные бухгалтерские отчеты еще одна особенность именно регламентированного учета это наличие так сказать возможности работать напрямую с сайтами фискальных органов значит в разделе регламентированный учет мы с вами видим вот такой блок 1С отчетность то есть он нам всем хорошо знаком потому что он присутствует практически во всех конфигурациях то есть и в бухгалтерии и в зупе и в комплекс ну то есть во всех конфигурациях есть блок 1С отчетность и в него входит общий журнал документов и как вы видите уведомления переписка и личные кабинеты и есть блок единый налоговый счет то есть для работы с единым налоговым счетом у нас сейчас вот и не так давно появился тоже личный кабинет ЕНС почему он не включен сюда потому что этот личный кабинет сделан только для работы с единым налоговым счетом изначально он был доступен только для ИП но сейчас это ИП и юридические лица могут его использовать но если вот здесь я уже знаю здесь для меня нет никаких новостей вот я хочу себе личный кабинет активировать я его нажимаю не открывается сейчас сработает ссылочка то есть я выбираю какого конкретно юрлицо как конкретно организацию я хочу ну вот деловой союз и потираю ручки в предвкушении и мне выдается предупреждение что на самом деле я должна подключить не блок 1С отчетность а сервис 1С отчетность что это такое то есть я могу перейти по этой ссылке посмотреть что это за сервис а могу перейти туда через блок 1С отчетность когда запускаю регламентированный учет у меня вот такой рекламный баннер высвечивается и соответственно в этом рекламном баннере подробнее что позволяет программа можно почитать по гиперссылке здесь вот вы видите тоже программа себя хвалит говорит какая она умничка и перечень фискальных органов с которыми недоступно доступен вот этот сервис то есть на самом деле этот сервис позволяет напрямую с сайтом вот этих вот фискальных органов производить обмен документами переписку вести и так далее то есть для того чтобы работать с личным кабинетом по единому налоговому счету мне необходимо подключить вот этот сервис подключить тоже достаточно несложно достаточно кнопочку нажать для этого даже участие IT-специалистов не потребуется но как всегда присутствует мелкий текст значит мелкий текст заключается в том что этот сервис не бесплатный то есть если я вот перехожу в сервис по этой ссылочке я попадаю в диалоговое окно сейчас она у меня запустится и в этом диалоговом окне я могу посмотреть если у меня подписка это испров то для меня подключение одного юрлица будет бесплатно а остальные за денежку если у меня подписка ITS техно то в этом случае у меня бесплатной бесплатного подключения не будет вовсе а только за денежку и значит в этом случае ну тут видите это еще на токен завязано и на ай-яй не хочет на токены и на электронно-цифровые подписи потому что у меня естественно на демо-базу здесь этого ничего не установлено ну сделаем вот что нет сертификата вот то есть как вы видите здесь у меня информация которая необходима для подключения и ссылка на тарифы то есть если у меня техно и например вообще нету бесплатного подключения то за денежку я могу как вы видите в общем-то небольшая сумма за 3600 рублей в год годовая сумма годовая стоимость лицензии подключить необходимое мне юрлицо ну соответственно если у меня юрлиц много то есть 1С и РП предполагают что это холдинговая структура то есть у меня может быть юрлиц моих организаций достаточно много то в этом случае подключение сервиса уже скажем так нужно анализировать экономическую целесообразность но как вы видите поскольку у меня здесь информация не заполнена то вот этот вот конкретный интерфейс демонстрирует мою безалаберность то есть вот эта информация должна была быть заполнена на этапе первоначального заполнения сведений то есть как вы видите ОГРН регномер программы это все при первоначальном запуске должно было быть настроено поскольку у меня этого нет я могу конечно заполнить это все дело в том так как необходимо но я помню что естественно я должна зайти в соответствующий раздел то есть раздел МСИ администрирования открыть карточку нужного юрлица заполнить эту информацию и заполнить заявление и отправить заявление на подключение сервиса 1С отчетность ну вот это это очень показательный скажем так слайдик потому что он отражает что если у меня эта информация не заполнена то соответственно при формировании например отчетности декламентированной ну там декларации по НДС или там балансов или каких-то еще дополнительных дополнительных планков у меня не будет заполнена эта информация либо на титульном листе либо в соответствующих разделах и мне придется либо в режиме ручного редактирования заполнять в пожарном порядке уже на готовой форме отчета либо лезть опять же через НСИ администрирование и в первоначальных настройках ликвидировать свою безответственность так это мы с вами закроем но к сожалению у нас уже время подходит к концу так мы сейчас с вами снова вернемся к нашим слайдикам а вот какие-то вопросы еще у нас нет я думала это какие-то вопросы по ходу нашей встречи возникли а это технически то есть наши обмены с этим справиться вот такой слайдик хотела вам еще показать ну то есть это закрытие месяца и как я вам уже говорила у нас есть возможность просмотреть как есть или нет расхождения между бухгалтерским управленческим и оперативным учетом и есть еще сверка данных оперативного и регламентированного учета который мы с вами тоже посмотрели он у нас находится в меню регламентное сейчас еще раз вернемся туда регламентированный учет и сверка данных оперативного и бухгалтерского учета вот это самый такой интересный и информативный отчет в этом плане и после того как мы с вами сформировали закрытие месяца мы с вами уже можем обращаться к этому отчету и собственно говоря он у нас располагается тоже в регламентированном отчете и здесь у нас это отчет который мы смотрели сверка данных оперативного и бухгалтерского учета а здесь у нас еще с вами есть анализ учета по упрощенке анализ анализ по налогу на прибыль то есть вот он видите у нас есть выше немножко анализ по учету налога на прибыль и дополнительные отчеты ну то есть короче контролировать расхождение в бухгалтерском управленческом и оперативном учете мы можем с помощью вот этих отчетов это очень удобно поскольку у нас время к сожалению уже закончилось мне снова хочется вернуться к нашему первому скажем так галина извините тут вопросик один можете ответить да давайте так показать МСФО ну так сейчас один момент у нас есть блок МСФО он отдельно стоит то есть не настройки у нас настройки касаются в основном подблоков которые оперативные и бухгалтерские МСФО вот он у нас настройки формирования мы отмечаем что мы вообще ведем МСФО и соответственно у нас тогда активируется в подразделе международный финансовый учет возможность формирования проводок ТОИГФО и собственно говоря правила трансляции и все остальное мы тоже можем настраивать уже после этого в разделе международный финансовый учет у нас здесь настройки и справочники так же как и в других подразделах и мы можем уже в них настраивать то что нам необходимо к сожалению такой хороший вопрос на последней минуте так сказать тречи это можно отдельную песню спеть про МСФО но видите здесь единственный момент что поскольку мы сейчас со всеми так сказать зарубежными лидерами не очень дружим то МСФО сейчас как бы немножко теряет свою актуальность потому что у нас включается что мы сами все сами мы сами можем все учеты вести но на самом деле МСФО блок присутствует и автоматически после того как вы ввели настройки он уже может работать так это все да вопрос один был благодарю за напоминание и за вопрос благодарю а так я хотела еще раз напомнить наши контактные данные то есть электронная почта телефоны телеграм-контакты и мы будем очень благодарны за обратную связь задавайте свои вопросы задавайте темы которые вам интересно было бы послушать так спасибо вам за то что нас посетили на этом разрешите попрощаться мы будем очень рады оказаться вам полезными в любом качестве мы имеем очень большой опыт доработок разработок любых действий которые касаются программы один из и мы будем очень рады сотрудничеству приглашаем вас к нему на этом разрешите попрощаться в общем-то пожелать вам хорошего дня всего доброго до свидания до свидания